А давайте начнем. Смотрите, как интересно. Во-первых, у нас славный день. Это форум славянских культур, день славянских культур для всей иностранной литературы, уже традиционный. И это книжный клуб. То пространство, где мы находимся. Тут про книжки, про людей, все вживую у нас. Вот я читаю, встречает гостей и направляет беседу Алексей Юзин. Это я. Я встретил? Встретил. Сейчас я буду направлять. Смотрите, какая незадача. А, это профессиональные секреты. Смотрите, какая незадача. Книжки я не видел. Вас встретил первый раз в жизни. Кое-что я прочел, но то, что мне было дано. Поэтому давайте сделаем так. Вы мне подскажете тот вопрос, который бы вы хотели, чтобы я вам задал. Хорошо. Ну, насколько я понимаю, когда я сюда ехала, я подумала, меня же будут спрашивать, как я написала эту книгу. Откуда она взялась? Как я к ней пришла? Да? То есть, какой-то такой вопрос. Откуда вообще оно родилось? Я вот подумала, как я буду об этом рассказывать, какие такие основные идеи. Поэтому меня можно спросить про это. А потом, если из этого что-то выльется, пойдем туда, куда пролилось. Есть какая еще история. Я про Гомель-то тоже ничего не знаю. Поэтому сегодня вот двойные, тройные открытия. Вот. Очень хорошо. Я расскажу про Гомель. А давайте вот самый простой вопрос. Вот у вас, да, мой Париж-Гомель. Да. И это вот для вас точные характеристики? Да. Что вы вкладываете, вернее, вот так скажем, переформулирую. Что вы вкладываете в понятие Париж, говоря о Гомеле? Я бы рассказала об этом сразу же. И отвечая на вопрос, откуда взялась книжка. Про книжку сейчас про историю особо. Вот как раз таки, отвечая на ваш вопрос. Для меня, скажем так, более понятен Париж, чем Гомель. Я хватаюсь за Париж, чтобы понять, что такое Гомель. Объяснить мне, что такое Париж с точки зрения Гомеля. Хорошо, я расскажу. Но, тем не менее, сделав один шаг назад. Договорились? Я могу сказать так, что вот, когда, я так думаю, писатели рассказывают, как появилась у них книжка, они рассказывают те истории, которые для них, ну, скажем так, наиболее удобны для объяснения появления книги. И в любой момент времени можно рассказывать то одну историю, то другую, то третью. Так вот, у меня где-то вот так вот складывается три истории про то, как она появилась. И вот вы сейчас спросили про вторую. И с нее я начну. Так, это три истории или три версии появления? Три версии. Три версии. Отлично, все, пошла интрига. И вот вторая, значит, версия появления книги. В Париже я не была, поэтому мой Париж, это, конечно, такой конгломерат всевозможных представлений о Париже, штампов, стереотипов, впечатлений людей, которые там были, картинок и так далее. И, конечно же, восхищение людей. Восхищение людей Парижем. Я была в Париже. Ах, эти Елисейские поля. Нет восхищения перед Парижем. Есть люди, которые не восхищаются Парижем. Вот это я. Мне интересно депутаться. Ах, Эйфелева башня. Ах, Мулен Руж. Если снимаются фильмы про город, значит, наверное, этот город крут, статусен, и туда стоит поехать. Гомель не такой. В Гомеле, кроме дворца Паскевичей и еще нескольких зданий, практически архитектуры исторической нет. Почему? Ах, равна. Исторической такой. С такой историей нет. Почему? В какой-то момент мне просто стало не то, что за свой город грустно или обидно. Как-то нет, не так. Мне стало понятно. Город Гомель, кстати говоря, он, условно говоря, стоит на пересечении России, Украины и Белоруссии. У нас очень часто там проводят фестивали трех стран, трех культур. И вот мы тоже так немножечко, скажем, могли бы проводить фестиваль славянских культур, но, правда, таких близлежащих. Так вот, практически все войны, которые были в этом регионе, они проходили через Гомель. И поэтому все, что отстраивали жители, разрушали враги. Все, что отстраивали жители, разрушали. То есть у нас кладбище на кладбище. Когда снимается один слой кладбища, под ним другой. Под этим слоем третий. И поэтому у нас нету зданий, за которых могли бы зацепиться истории. То есть что такое Париж? Париж – это для меня такой условный символ городов. Венеция, Рим, это Москва. Это условно был такой символ городов, где есть архитектура, где есть предмет, за который, где есть предмет любой, за который можно зацепиться и привязать к нему историю. Давайте лучше цепляться за книжку, а не за смартфон, ладно? Это я пытаюсь показать, что можно взять микрофон. Вы и герой, и ваша книжка героиня. Можно взять предмет, любой предмет, и завязать за него историю. То есть для того, чтобы была история, нужен физический носитель. Нужна вещь. Собственно говоря, этим пользуются рекламщики. Как продают вещи? Как, например, можно продать ваши очки? Можно, например, эти очки… Ставим вот на аукцион. Смотрите, если бы мы, например, не знали, что это очки Алексея, мы бы за них дали, например, 100 рублей. Российских, я даже близко не знаю, сколько. А вот теперь представьте себе, что вы знаете, что это очки Алексея. Более того, вы знаете, кто такой Алексей. А если мы еще и допридумаем, что-нибудь… Конечно, это история, это миф. И сразу же тогда, совершенно верно, и сразу же тогда станут они очень ценными, очень дорогими. Выходим на рекламу. У нас пришла Юлия Сойзина. Вот, собственно говоря, устроитель, душа, организатор, ну и все прочее. Да, вот с всего этого действия. И ждем какие-то слова. Благодарю. Благодарю. Вот прям, чтобы не пропустить. Да. Дорогие друзья, действительно, мы очень рады. Мы проводим третий фестиваль. Рады, что Галина смогла приехать к нам из Гомеля. Большое вам спасибо за ваше творчество, за вашу любовь к нам всем. Потому что… Взаимно. Да, мы очень любим наших друзей. Большое спасибо. Ждем вас в следующий раз. Я надеюсь, что презентация будет успешной. И самое главное, что она… Да, она открывает вот серию презентаций в нашем книжном клубе, на нашем фестивале. Будем любить друг друга, сотрудничать друг с другом и чаще встречаться. Большое спасибо, что вы приехали. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Мы возвращаемся к книгам. С очками мы уже все поняли. И переходим к книжке «Удивительность судьбе города Гомеля». Да. И что стала делать я? Я стала ходить по городу и находить предметы, которым можно привязать истории. И оказалось, что весь мир вокруг – это предметы, к которым можно привязать истории. Более того, скажу честно, в большинстве своем эти истории имеют исторические факты. Потому что дворец, например, наш Паскевич и Румянцевский, он же такой, так сказать, реальный на самом деле. В нем есть истории с твердыми фактами. Парк – то же самое. Несколько домов прекрасных, то же самое. Нынешняя полиспечать. То есть эти герои были, но они были не моими глазами. Теперь они моими глазами. Так. А мы нашими глазами их можем сейчас увидеть каким-то образом? Вот картинки бы хотелось показать. Вот я хочу рассказать про картинки. Спасибо большое. В книжке есть картинки? В книжке картинок, к сожалению, не так много, как мне хотелось бы. Но на обложке картинка. Да, на обложке картинка. У нас в Гомеле жила совершенно замечательная художница, акварелистка. Она уехала в Америку. Но периодически она приезжает и делает зарисовки города Гомеля. Я хотела. Здесь 50 сказок фэнтези. Я не знала долго, как называть то, что я делаю. Потом, наверное, я решила, это называются городские легенды, но уже написали сказки фэнтези. Пусть будет так. Так вот, мне бы хотелось, чтобы на каждую сказку была своя зарисовка. Но дело в том, что это повысило очень сильно стоимость книги. Она и так оказалась, как я сегодня выяснила, небесная. Потому что это неоднозначное выражение. Повысило не только экономически, но и повысило стоимость книги, как книги. И в том числе она бы повысила. Я к этому приду обязательно. И вот она отдала мне свои зарисовки в мое добровольное пользование. И, вы знаете, вот она живет в Америке, Татьяна Гробовская ее зовут. А любит Гомель. Кстати говоря, я хочу сказать, что это тоже на правах рекламы, что вот отзывы тех людей, которые читали мою книгу, примерно такие. Вы знаете, мы уже давно уехали из Гомеля, но нам так хочется вернуться в Гомель, который вы описываете в своей книге, в этот город, который вы пишете. Это же есть какая-то сверхзадача, да, вот в любой книге. Хочется вернуться. Или в то, что книга описывает, или в саму книгу. А скажите, вот то, что она делает, это чистая акварель или смешанная техника? Это чистая акварель. И очень интересная почва. Очень интересная, очень красивая, очень обычная. И в Америке у нее свои выставки уже давно. Свои выставки. Сюда она приезжает отдохнуть, а вот там она работает, у нее мастерская. Летом она тоже сюда приедет. Если бы сейчас вот она была здесь, я думаю, мы бы вместе поучаствовали. Она что, она здесь, да, вот она в книге? Да, тем не менее, она здесь. Да, тем не менее, она здесь. Так, это была вторая версия. Мы ее закончили? Да, мы ее закончили. То есть, про что я сейчас рассказывала? Про то, что, да, про то, что когда мы придумываем истории, мы повышаем ценность того предмета. И я думаю, что вот Париж, например, его большая ценность именно в том, что очень много историй рассказывают люди о Париже. Это город, который создал свой миф, да, и убедил всех, что это так и есть. Да, да. А на самом деле так посмотришь, ну, ладно. Да. Вот, тогда вот про Гомель. Значит, это вторая, а давайте теперь какую-то или третью, или первую. Давайте, сейчас я подумаю. Ну, давайте с первой тогда начнем. Да, пожалуйста. Вот сегодня мы с Катей про это уже немножко говорили, но я подойду с другого боку. Вы знаете, мне очень символично то, что вот моя презентация вообще находится, проходит здесь, в библиотеке, в таком месте, наполненном книгами. Почему? Потому что в глубоком детстве, в моем, это было очень давно, еще дети читали. У нас была шикарная отцовская библиотека. Все районные детские библиотеки, которые были рядышком, в областной, были мною прочитаны. И у меня был какой-то момент такой, я вспоминаю, было ощущение, что все книги закончились, уже читать нечего. И тут произошло еще одно маленькое чудо. Моя одноклассница пустила меня к себе домой в Святая Святых, в ее библиотеку. А ее папа был председателем общества глухонемых. Вот и золотая жила. Совершенно верно. В то время, да. 50-томники, 50-томники. Они стояли в два ряда. И вот это можно было читать, если со второго ряда доставать, и папа не видел. Вот так вот я прочитала очень много, и тогда, ну, фантастика. Вот помните, может быть, красный том, белый том, красный том, 50-томник, фантастики, Стругацкие. В общем-то, и до посещения моей одноклассницы, мне уже было понятно, что вот физического мира мало. Очень хочется. Знаете, когда это хорошо, вот идет какая-то беседа, и вдруг какие-то фразы, да, уходят как хедлайнеры такие вот. Да. Физического мира мало. Да. Отлично. Вот я вот понимаю так, что ни одной мне. Кому еще физического мира мало? Наверное, все, которые приходят. С одной стороны, всех нас надо лечить. Потому что именно мы убегаем... Что, что? Потому что лечить надо остаться. Я хочу сказать, почему. Вот с одной стороны, почему нас нужно лечить? Потому что это мы сбегаем в виртуальную реальность. Это мы сбегаем в компьютеры, в книги, в фильмы. Но это мы пишем книги. Простите, стоп. Это мы делаем фильмы. А вы поставили вот все айтишные дела и так далее с книгами на одну полку, да? Вот это все для вас... Смотрите. Вот та реальность. Дело не в том... Это интересно просто. Рассказываю. Дело не в том, что одна реальность в книге, фильме и айтишная реальность, а дело в том, что человек может использовать любую из этих реальностей как виртуальную, как убегание туда. Да, конечно. Искапизм присутствует в любом, да? Да. В реальность. Просто как бы с книгой другая, но у книги более солидные, да? Да, да, конечно. Родословные биографии. Вот, верно, да. А у этого пока еще непонятно. Какие-то гопники, да? Вот все вот эти вот... Какая-то бопада. Да, да. Мы к ним относимся с инсанцией. Порвенью какие. Да. Вот. И что... Так, сейчас про что осталось? Да. Про первую версию. Про первую версию. И вот как это не смешно сказать, я опять-таки очень хорошо помню, как я достаточно еще юная девочка ходила по улицам, и мне так хотелось доказательства увидеть потустороннего, тонкого, вот этих еще других параллельных реальностей. Мы говорили сегодня про доказательства некоторых конфессий, которые... Ну вот кому-то приходят. Это как? Ну вот, предположим, в православной традиции может прийти там лик святого, лик Девы Марии. Как это прийти? Явиться как явление? Да, да, да. Как явление. Как... И даже если я не ищу доказательства, мне этого достаточно. Все. Все. Мир больше, чем я вижу. Ну, а вот... Ну, это свойство веры. Да, безусловно. Которое дает свои неопровержимые аксиматические доказательства, да? Да, да. Вот. Точно так же хотелось и мне. Мне очень хотелось вот перепрыгнуть в какую-то лужу и оказаться, как бы, пройдя через портал в каком-то другом месте, там, в каком-то другом районе города, или там, на другой планете. Я не знаю, что бы я делала на другой планете, но очень хотелось бы попасть. Отличное выражение перепрыгнуть через лужу. Вы знаете, да? Вот эту книжку I can jump in the shadows. Вот так и... Вот я думаю, что это просто пропитано. Воздух этим пропитан, эфир этим пропитан. Или вот я себе представляла, что вот идет толпа. Причем в Бумеле толпы нету. Это не Москва. Идет толпа, она немножечко как рассеивается, люди друг от друга так отходят, и там где-то вот единорукно. Например, радужные. Ну, сколько лет мне такие примеры, да? Потом раз, толпа, может быть, уже сошлась, но все, доказательства есть. Мир больше. Я росла, доказательств не было. Поэтому я решила придумывать их сама. И все те предметы, про которые я написала, они как будто бы наросли вот этими другими параллельными реальностями. Давайте сразу пример. Вот прям открываем, да, у вас же 50 здесь, да, таких вот городских людей? Да, они у меня 50. Я даже попыталась почитать. Это очень интересно, если бы маленькую или какую-то часть сами попрошли, мы услышали вот ваш подход к этому. Вы знаете, они плохо читаются, они, в смысле, слух, они зрительные, они очень концентрированные. Я вот тогда выбирала, чтобы такого почитать, ну, вдруг, а вдруг попросят. Вы знаете, я не придумала ничего, чтобы почитать, поэтому я еще поговорю. Тогда мы еще раз вас вдруг попросим. Первый раз не вышло. Хорошо, тогда давайте мы еще поговорим. Возвращаемся. И потом, может быть, еще. То есть, вы знаете, ну, вот как-то, я думаю, что хотел сказать к определенному возрасту, примерно к нашему с вами, но на самом деле, наверное, в любом возрасте очень здорово, когда, когда, вот когда, ты точно знаешь, что мир гораздо больше, и ты как будто бы из этих вот других параллельных миров можешь брать правила для этого мира. Потому что, если жить только в этом... Еще одна пошла, да, фраза? Да. Потому что, если жить только в этом... Потому что, если жить только в этом мире и правилами этого мира, тогда ценности одни, мотивации одни, даже, собственно говоря, нравственность совершенно определенная. А так она становится, тогда жизнь становится, смысл появляется, тогда появляется смысл. А вот в этом мире, да, если мы его возьмем как некий мир, да, самодостаточный, есть смысл? Да, конечно, есть. Нет, я думаю, есть, да. Что-то внутри у него тоже есть, да, у этого нет? Да, да, да. Он не отделен, он не прячется в какой-то коробке, нет, конечно, он связан. Очень, вот. И еще я думаю, что моя книжка – это мостик между этим миром и тем миром. И каждая книжа, каждая сказочка – это мостик между каким-то определенным местом, предположим, которое на самом деле не имеет особенного отношения к истории, и другим миром. Вот что-то в этом роде. Вот такой мостик. И я хочу сказать, вот спасибо, что вы меня подтолкнули к этой мысли. Мне всегда, вот опять-таки, вот есть, хорошо, я себе верю, я знаю, я как-то доказала, или просто вот мне хочется, чтобы был какой-то мир. Или сказочный, или волшебный, или религиозный, или эзотерический, или тонкий, или горный, или огненный, или какой угодно. И есть вот этот реальный мир, который я вот сейчас трогаю, я вижу, осезая, обоняю. А как их совместить? Вот как сделать этот вот прыжок? Фантазия. Ну, что остается? Фантазия, вера. Пожалуй, больше ничего. Пожалуй, больше ничего. Наука бьется прямо, в лепешку расшибается. Ничего не может сделать. Вот чувствует, но не может. То есть это не для науки. Однозначно. Я на правах рекламы скажу, что я закончила аспирантуру, написала диссертацию. А вот, ну, тогда давайте рекламный ролик расширим, да? Что за диссертация? Что закончилось? Вот как раз сейчас я хочу сказать. И вот как раз-таки, когда я ее написала, ну, во-первых, стало все понятно с наукой, диссертация называется так. Сейчас, если я быстро вспомню, это тоже было давно. Экзистенциальная самоидентификация как механизм повышения аутентичности индивида. В этом названии нужно доказывать каждое слово. Потому что каждое слово, кроме «и», наверное, не научно. Повышение, нет, даже повышение можно было доказывать. Ну, самоидентификация тоже как-то, то, с чем наука работает, да? Да, ну, это было давно. А вообще звучит как красивый тост. Да, да, как красивый тост. Или как еще одна красивая строчка, которую можно ставить куда-нибудь в какой-нибудь... То есть вы как раз вот то, что вот правда здесь, оказалось правдой, да? Да, я специальный психолог, 25 лет. И у меня в анамнезе два центра психологических, вебинары, эфиры, авторские программы, психологический театр, который мне казалось, что я создала сама. Я его действительно сделала сама, но не потому, что до меня его не было, а потому что мне не пришло было посмотреть, что было до меня. Но я была тогда очень... Ну, у вас своя какая-то режиссерская методика в этом плане, терапевтическая. Да, так как я была психологом, то главное было не театр, а подготовка психологическая. А театр уже был для зрителя интересен. То есть вот если бы сейчас, например, мы не просто с Алексеем с вами разговаривали, а делали психологический театр, то мы бы сейчас стали, например, с вами взаимодействовать, звать вас к нам, предлагать вам проигрывать что-то вот такое вот, или предлагать там высказаться, ну, какие-то интерактивные штуки, очень интересно было раньше. У меня так и с Парижем, с театром вообще очень напряженное отношение. У меня очень много знакомых всяких режиссеров, театральных людей, и даже на очень хороших спектаклях я иногда могу выдержать только вот первое... Я вообще не хожу в театры, мне фальшиво там, а вам почему? У меня какой-то разрыв коммуникации, то есть там же предельно вот тактильная коммуникация, да, прямо руками можно трогать. И что-то вот бывает, что вот сорвался и всё. А фальши, да, выше крыши, конечно. Это театр, это всегда проверка. Только непонятно кого, самого себя или там... Одновременно. Или одновременно, да, и того, и другое. То есть если вы психолог, то вот говоря об этих мостах, да, о возможностях строительства, вы представляете, как этот мост может быть построен от человека, да? Да. Ну, как психолог. Да, да. И это всё, ну, в какой-то мере, да, вот заложено в этой крышке, наверное, ваш опыт. Ну, я не говорю, что это как бы сконструировано, вот как мост, да, но есть, да? Я думаю, безусловно, есть. Я думаю, там, безусловно, есть я, а я уже психолог половины своей жизни. Да, в общем-то, практически половина. Поэтому там, безусловно, есть я. Да, я думаю, что любую книжку, которую человек пишет, эта книжка говорит о нём, как о человеке. Даже если человек пишет медицинский справочник. Конечно. Про что он пишет, в общем-то? Он пишет про то, что ему очень нравится заниматься медициной минимум. Ну, попроще текст. Инструкция к стиральной машине. Да. И вот попросим нескольких, да, там, скажем, ну, смыслящих в этом деле специалистов написать свои инструкции. Всех будут разные. Да, совершенно верно. Поэтому, да, эта книжечка, книжечка про меня, эта книжка, там есть. Экзистенциализм, там есть точно. Вот, это моё любимое некогда слово. Я когда-то был филологом. А что вы понимаете под экзистенциальным, под экзистенциальным? Вот именно ваша интерпретация, потому что это очень для меня сейчас важно. Очень просто. Несмотря на то, что экзистенциализм, слово, сложное, и в диссертации теоретическая часть, конечно, была одна от философов, экзистенциалистов, сейчас для меня это достаточно просто. Это уникальная жизнь конкретного человека. Когда-то очень давно мне посчастливилось познакомиться с Олей Нидолом, это такой лама, направление Кармахагио. Он был великий пропагандист. Да, 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 великий пропагандист. Он в Москве прогремел. Да, да, он везде прошёл. Что меня поразило в нём больше всего? Ни буддизм, ни всё то, что он рассказывал, всё это понятно. Я сидела и наблюдала, как через него проходило две тысячи человек. Я была на ретрите на Алтае, там такая была практика осознанного умирания. И вот после всевозможных медитаций две или даже три тысячи человек, я сейчас плохо помню, проходили через него, чтобы прибежище получить, благословение буддийское. И вот вы представляете, вот он с каждым человеком был несколько секунд, потому что две-три тысячи человек, с каждым человеком был настолько тотально, только с ним и больше ни с кем. Орали дети, бегали люди, разговаривали в этой очереди. Он никого не видел. Он видел только того человека, который был рядом с ним. И вот так следующий. И вот так следующий. И так каждый день по два-три раза. Вот, по-моему, он это мне объяснял, и кто-то другой, что, ну скажем, что же самое странное, что если ты пытаешься за человека прочесть как текст, то ты потрачешь много времени, в основном впустую. Надо вот как бы вот видеть самое... И вот в этом чётко совершенно. Он видел именно вот уникального человеческого, да, какую-то сущность каждого, кто к нему подходил, а не считывал. Да, совершенно верно. Здорово. Это очень хорошо. Всё, про экзистанцию нам ясно. Это у нас уже... Это была вторая версия. Нет, стоп, первая. Первая версия, по счёту рассказана. Вторая. Закончена. А так она первая, закончена. То есть про что? Про то, что очень хотелось добавить волшебства, очень хотелось добавить в свою жизнь и в жизнь горожан ещё какие-то параллельные миры. И опять-таки у меня был такой отзыв. Папа писал, что берёт дочку, они объезжают все места. То есть у нас в Гомеле уже сделали такой маршрут по местам, описанным в сказках. И говорит, я вижу другими глазами эти же самые места. Теперь уже за ними есть вот эти параллельные миры. То есть есть теперь в Гомеле некая навигация по вашей книжке, да? Да. Да. Так. Вот. Третья история. Поехали. Так, сейчас я вспомню, что была третья. Да. А третья история связана вообще с третьей страной. Не с Белоруссией и даже не с Францией, а с Израилем. Тоже вот так вот довелось случайно мне пожить в Израиле. Не просто там оказаться, а приехать надолго, случайно, болезненно довольно, потому что я так была очень вырвана из своей жизни, в которой были центры, клиенты, коллеги, друзья, проекты. И все было выстроено вот так, как я хотела. Идеально. И тут я оказываюсь в Израиле. И страна не то, что для меня оказывается чужой. Потому что какой может быть чужой Израиль? Вы знаете, в Израиле можно даже не учить местный язык и вред. Потому что вот я за год проживания необходимости его выучить так и не нашла. А люди разговаривают на русском. Даже было бы немножко странно. Да, да. Зачем? Да. Если бы была русская блондинка, вдруг заговорила на еврите. Хотя бы израилье всякое другое. Да, да, да. Прекрасная, очень доброжелательная страна. У меня было такое ощущение, что меня ждала вся страна. Я иду по улице, все радуются, все улыбаются, все говорят «Здравствуйте! Как и что приехали? Чем вам помочь?» Все было очень здорово. Но мне там было плохо. Зимой там было мне холодно так, что я не могла думать. А для меня это самый главный орган для работы. Поэтому мне было просто непонятно, как жить. Летом мне было так жарко, что я не могла думать. А для меня это главный орган для работы. Я не знала, что там делать. Просто жить, ну вот у меня не получается просто жить. А в каком-то все время одном и том же месте? Нет, в разном. Мы жили и на севере, возле Хайфа, в Кирьят-Яме, в самой Хайфе. Потом спустились поближе к Тель-Авиву, в Тель-Авив, в Романган, в его часть. Там очень много всяких разных интересных историй и рассказов, но если будет в тему. Короче. Я к тому, да. Иерусалимская тема присутствует в этой книжке. В каком-то виде. Да, да, да. То есть есть это? Да. Что я стала делать? Я, в общем-то, наверное, поступила как психолог. Я решила, что я должна просто по кусочкам начинать любить это место. И каждый кусочек, который я люблю, я про него фотографирую, делаю фотографии, пишу про него сказку. На тот момент я, правда, писала не сказки, а посты. Я сделала блог, назвала его «Сегодня я здесь». То есть смысл был такой, что я люблю то, что есть. Ну, социальный психолог, что еще ожидать сегодня? Да, что я могу еще сказать. Сегодня я здесь, значит, вот это все классно. И это было интересно. Мне это очень понравилось самой. Мне даже удалось сделать себе там хорошо. Я все равно захотела вернуться, я вернулась. Но мне удалось там сделать себе хорошо, это было очень здорово. В общем, по-израильски даже сказано на русском языке. Да. Мне удалось сделать себе там хорошо. Да. Опытное лицо. Да. Да. И сколько вы там провели времени? Я там провела один кусок год. Потом. До этого было еще немножечко, а потом еще одно. Это очень серьезно. Да. И когда я приехала сюда, я подумала, а чего я останавливаюсь? Теперь я буду любить город Гомель. И точно так же вот этими кусочками после Израиля я вернулась в Гомель. И я стала писать. Тогда уже полноценные сказки. Я точно так же ходила, фотографировала. То есть, ну я фотографировала не прямо вот так вот, что я хочу написать про этот стул, поэтому я должна его фотографировать, и потом про него написать. О, какой классный стул! Я его сфотографирую. Потом понеслась мысль в рай. Получилась сказка, получилась история. Вот я стала их выкладывать. И сделала еще один пост «Мой Париж Гомель». То есть там уже где-то переплелись, видимо, все эти версии. Вот, стала писать, писать, писать. И мне сказали, а почему ты не издашь книжку? Я подумала, почему я не издаю книжку? А я взяла и издала. Очень долго я искала иллюстратора, потому что для меня мои сказки, они в голове как фильм. Я себе представляю комиксы из них, я представляю из них кино, я представляю из них сериал, я вижу линии героев. И мне так хотелось, чтобы кто-нибудь их положил на экран, и я искала кого-нибудь, кто нарисовал бы. Более того, я сделала такое городское мероприятие, сделала клич художникам. И читала им сказки, они их рисовали. Мы собирались, читала сказки, они рисовали. Мне никто не понравился. Они были милые, хорошие, но не уловил никто. Я еще долго искала. Я делала клич на русскоязычную Москву, Петербург. Кто-нибудь, может быть, кто-то жил в Гомеле, а потом уехал в Москву. И вот эта любовь сохранилась к городу. А теперь вы художники, отзовитесь. Может быть, вы влюбленная пара, и в вас еще эта энергия любви летает. Отзовитесь. Ну вот мне отозвались. И вот тогда появилась эта женщина, и вот мы с ней стали сотрудничать. Она сама появилась? Нет, мы друг друга знали. Мы друг друга знали более того. До того, как я стала всех искать, я ей предложила нарисовать. Она нарисовала именно подсказку. Вот такую первую картиночку. Это ротонда. В нашем парке стоят две такие беседки, ротонды. Наш парк состоит очень интересно. Вообще наш город строился как город солнца. Таких два. Питер и Гомель. На самом деле, мой Питер-Гомель, но и другая была. Город солнца? Питер как архитектура. У него... А, в смысле, Компанеллы? Да, да, да. Я же перепугался. Потому что у нас тут питерские люди дальше будут, если бы они это услышали. Нет, это итальянское. А? Итальянское город. Питер. Да, совершенно верно. Так вот, наш дворец, это итальянская камера. Он, конечно, там много. Питер у нас будет потом. Сейчас у нас Гомель. Да, это... Маши, Маши, Маши. Это образ. Это когда описывают архитектуру нашего города, называют городом солнце, потому что в центре стоит дворец, и от него идут улицы. Гомель, да. А архитектор, который строил, он был и питерским архитектором, и итальянским. Я, честно говоря, сейчас не вспомню, я очень возбуждена, я вам потом скажу. То есть это дворец Паскевичей вы имеете? Дворец Паскевичей, да, Румянцевых Паскевичей. Да, совершенно верно. Он же маленькая камерочка. То есть это градообразующая, да, во всех? Да, совершенно верно. И река Сож, на высоком берегу дворец и парк. И есть такая маленькая речушечка, которую сейчас сделали просто маленьким лебединым озером, такой овражек. И с двух сторон поставили две беседочки. Вот эти две ротонды. Одна называется у нас мужская, вторая – женская. Почему? Опять-таки, версий очень много. Ну, вот та, которая мужская, она очень рядышком с дворцом, и там все очень четко, благоустроено. Туда возят свадьбы, фотографировать молодожен. А вторая вот эта часть, она такая хаотичная, она такая калия. Там не убрана, не ухожена. И это мужская? Это женская, наоборот. Это женская. То есть это как женская сумочка такая? Совершенно верно, да. А первая вот такая структурирующая дворцом. То есть вот таких две ротонды. Абсолютно две совершенно одинаковые, да. А, и общая? Да, да. Площадь? Вы знаете, вот площадь, наверное, вот до этого вот столбика все. Вот такая вот небольшая. Да, просто такая беседочка из нескольких колонн. В нашем детстве, может быть, вы помните, были такие… Калейдоскопы, помнишь? Не калейдоскопы, нет. Такие беседочки-ротонды, в которые вставлялась фотография и увеличительная линза. Вот. И вот смотрели. Так вот у нас они были именно в виде вот этих ротонд. У вас в каждой семье, старой, или там где-нибудь на даче, или в чулане где-нибудь, на чердаке есть такая ротонда. Кстати, пахали вот эта штука, да, вот про фотографии линза, да, потому что самая идея, да, это вот как бы сталинская архитектура, которая нечто имперское восстанавливает, ну, в упрощенном таком пролетарском виде. И вот это дается тебе в качестве вот некого такого сувенира, да, через который ты видишь мир из самого себя. Да, да. Ну, это сейчас нам становится понятно, что там были какие-то смыслы, а тогда это было просто круто и все. Да, да. Так, значит, это у нас... Это я вам рассказала про то, что вот так... Да. У нас шарик был. Вот, вот. Ну, много дряни всякой было, да, но вот это особенно забавно. Ну, а откуда много-то? Вот уже две, уже две насчитали. По крайней мере, да, были там эти... Да, да. Ну, вот про разгляд... Просто интересная тема разглядывания. Да. Так. Вот, и я хотела рассказать, что вот как раз этой вот женщине, которая нарисовала все-все эти рисунки, я попросила нарисовать. И она нарисовала ротонду. Более того, там где-то если присмотреться, стоит такая влюбленная пара, ее не очень видно. И мне не понравилось, потому что мне хотелось больше сказки, больше волшебства. А она нарисовала реальность. Она вообще рисует то, что видит. Это вот сейчас в наше время? Да, в наше время. На компьютере делайте, что хотите. Мы не про компьютер, мы про гоби. Вот, да, все совершенно верно, совершенно верно. Но вот есть ценности в том, чтобы придумывать, и есть ценности в том, чтобы воспроизводить. Вот она очень классный воспроизводильщик. Ну, у нее, конечно, такая вот... Сейчас я расскажу. ...импрессионистская манера. Да, да. И вот импрессионизм это тоже какое-то допущение до люфт свободы. Да. То есть, в общем-то, для фантазии здесь есть место. Да, да. И поэтому потом, после того, как я провела... Это у меня вот лобовой реализм, да? Да. Провела вот этот вот даровской вариант. А, вот смотрите. Ну, это вообще как будто масло. Да. И тем не менее, это все акварель. Все акварель, да. Удивительный почерк акварельистки. Да. Очень вот. Вот. И вас вот устроил такое. И да, я подумала и сказала, давай сотрудничать искал. Давай. Да. И я единственное, что я попросила ее, чтобы вот обложку она нарисовала отдельно. Здесь кусочек дворца. Ну, автор, так скажем, тоже получил... Узнала? Да, параллельные немножечко такой... А тираж? Значит, тираж вот этой сейчас книги небольшой. Я его попробовала сделать для того, чтобы... Двести? Да, да, маленькие. Нет, еще меньше. Нет, не двести, пятьдесят. Пятьдесят. Это же двести, да, я уже согласна. Или там в Гомель у вас вы смотрите и узнаете ваши достопримечательности? У вас это будет даже важно. Почему... Вот я несколько рассказала в самом начале, что предмет, за который зацеплена история, менее важен, чем сама история. Потому что, ну вот, предположим, там есть сказка, которая называется «Каштаны». Я так предполагаю, что наши каштаны и ваши каштаны не сильно отличаются. Или, предположим, качеля. Какая-то она значимая исторически? Нет. Или там скамейка. А вот смыслы, которые зацеплены, скажем так, да, выводятся из этой скамейки, они, ну, я не знаю, мне кажется, что они у нас общие, потому что мы с вами точно родились в одной стране. У нас сейчас в Москве-то скамейки-то как распускают. Вот, видите. И музыка у нас с вами, я думаю, более или менее одинаковая. Вы отзоветесь на какую-то цитату или на какой-то образ, который, там, если там где-то Пресли, Элвис, например, мелькнет. Ну, почему бы нет? Да, почему бы нет? Или и так далее. Нет, ну, конечно, сделала одно время, да, одно какое-то состояние. А это вот продолжение того, вот каких-то, ну, вот я про новые формы. То есть мы рассмотрели сейчас три версии. Да, форумы. В основном, в новых возможностях, я не знаю, что у вас это было, вы сказали посты. Это был ресурс. Это был блог и посты, да. Да. А потом из этого вышла книжка. Да. Вот, причем книжка вышла очень аккуратным таким тиражом, почти пробанным, да. Такого вообще уже не бывает, 50 экземпляров. То есть это авторские тиражи. Да. Вот, и здесь возникает вопрос, вообще зачем книга? Вот мы на территории книги, да, вокруг одни книги, да. И вот передо мной, перед вами, ваша книжка, 50 экземпляров. Вопрос, зачем книга? 50 тысяч. Хорошо. Вот зачем эта книга 50 экземпляров? То есть она нужна. Да. Но если мы поймем, зачем нужна книжка после всего вами пройденного 50 экземпляров, мы поймем что-то очень важное вообще про книгу. Безусловно, то, что я ее захотела издать, есть какое-то писательское число, ведь однозначно. Здесь я даже не буду останавливаться, я просто скажу и пойду дальше. Это так и должно быть. Вы знаете, вот в виде постов мои сказки почти все, все, кто меня знает, а в городе меня много кто знает, прочли. То есть им просто, чтобы знать, уже было достаточно блога. И тем не менее, они попросили ее издать, чтобы у них был печатный вариант. Так, ваши числа, это понятно. Но если автор без числа, то он вообще никакой не автор. Второе, вас попросили, уже имея опыт общения с тем, что вы сделали, ну, скажем, в новой реальности, все равно попросили книгу. И давайте еще третье объясним. Теперь смотрите, вот это третье пропросили, просто третье будет, ну, выходите второго. Теперь смотрите, из-за того, что тираж маленький, как выяснилось, в Беларуси у нас не очень большая конкуренция. И, в общем-то, я не особенно знала, где издавать. И первое издательство, которое я нашла, меня устроило. Мне очень нравится качество. Они ее сейчас выставляют в качестве примера остальным своим клиентам. Она получилась дорогая по себе стоимость, она очень дорогая. Она дороже, чем те книги, которые потом будут презентироваться. Полноцветная обложка, да? Полноцвет внутри. Да. И тем не менее. Стоимость дорогой, да, у вас там. Да. К чему я пытаюсь это сказать? К тому, что ее все, кто хотели, мои друзья, и уже раскупили, попросили своим, заказали детям, заказали друзьям. При том, что для Гомеля это дорого. Это для Москвы, я говорю, что будет дороже остальных. Для Гомеля это дорого. Точно так же. Пристану? А? Еще будет? Да, конечно, да. Вот, к чему я это говорю? К тому, что вот то, что они говорят мне, мне очень приятно слушать, что они мне говорят. Они мне говорят о том, что эта книга создает атмосферу... Ну вот фактически то, что я делаю как психолог после того, как человек вылечен, и все самое болезненное, неприятное, ненужное ушло, а дальше уже начинается наращивание хорошего, приятного и желаемого. И вот та самая атмосфера другой жизни, вот книга это дает. Мне сравнили, мне было очень приятно, я сказала, да, конечно, сомневаюсь, что это так, но сравнили книгу с Максом Фрайем. По атмосфере. Для меня это было очень приятно, потому что в свое время на меня он произвел впечатление. Вот после того, что я рассказала о себе, я читала, 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 наступил какой-то момент, когда я читать перестала. Это неизбежно, да, что-то создав, вы идете вместе с кем-то, даже если вы об этом не думали, да, вы как бы потом собираетесь в какую-то компанию, и у вас довольно приличные такие, да, ну для начала, уважают. Да, да, да. Смотрите, нам надо выходить в финал. Да, давайте. Значит, что я вижу? Ну, во-первых, я вижу, ну, совершенно замечательно, да, человека, я всегда думал, что психологи враги у человека. Теперь все-таки у меня встадует впечатление, что некоторые психологи могут быть его друзьями. Да, да. И это очень важное превращение для меня лично. То, что вы сделали, насколько я понимаю, вы создали свой город и создали новую судьбу для своего реального города, который и есть Гомель. Да. Будь он Парижем, будь он Иерусалимом, будь он Римом, он все равно останется Гомель. И его надо увидеть. Я приглашаю всех, Алексей, я приглашаю вас в город Гомель, который вы можете увидеть своими глазами, моими глазами, глазами моих людей. Да, потому что это, в принципе, а не важно, да, чьими глазами увидеть город, когда такие вот прекрасные глаза передо мной. Благодарю. Я когда, да, на русском, я когда была, вела психологический театр, у меня были вот свои студенты, свои дети, я еще люблю очень фильмы, я им всегда рассказывала своими глазами, какие нужно фильмы посмотреть. Они мне тогда рассказывали, когда еще была Галина Григорьевна, растешь и уже отчества нету, она вроде наоборот. Галина Григорьевна, вы понимаете, вот мы, если бы этот фильм посмотрели сами, ну фильм как фильм, что вы там увидели? Теперь смотрим вашими глазами, какой интересный фильм, а как много смыслов, а вот здесь про это, а вот здесь можно вытащить вот это. Просто совсем другой фильм. Последняя ваша рекомендация мне, какой мне фильм посмотреть? Я, честно, это сделал. Фильмы, и фильмы-то я давно уже не смотрю такие, чтобы посмотрел, и это... Беларусь-фильм существует? Да, да. Беларусь-фильм существует даже в Гомеле, как ни странно. Филиал есть. Так, вы сумеете продолжить беседу, а мне сейчас нужна рекомендация. Сейчас я подумаю о фильмах. Давайте мы с вами договоримся, что вы будете не фильм смотреть, а читать мою книгу. Нет, книга вообще не... То есть она не обсуждается, мы ее обсудили, она будет прочитана и пойдет дальше. Мне... Просто я про кино вообще по жизни. Мне очень важна от вас рекомендация про фильмы, чтобы я еще дополнительно что-то к этой книге понял. Алексей, чтобы было так честно сказать, пока не могу даже придумать. Сейчас вот я подумаю, хорошо? И я... Вы же никуда не уходите? Нет, я тут до семи буду сидеть. Все, значит, тогда у меня рекомендация, потому что... Да, профессиональная рекомендация эксенциального психолога про кино. Да, потому что фильмы... Итак, Галина Науменко, мой Гомель, Гомель, мой Париж. Конечно, читайте, хотя 50 экземпляров, но можете найти все это онлайн. Я с собой привезла... Сейчас. Я привезла с собой какое-то количество книг, поэтому я могу тихонечко потом отойти, например, к вам. У нас есть время, потому что 15 минут чистых у нас перерыва. Да, и подпишу, и продам, и расскажу, и их... Вот, ну, как вот вас я сейчас вижу, то столько количества книг у меня есть. Поэтому хватит. Все? Все. Вперед. Очень приятно. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.